Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все об основных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Заложники собственного дома, жильцы новостройки на Ладыгина разделились на два лагеря. Это самоуправство привело к тому, что у меня ребенок упал на лестнице и вывихнул себе лучевую кость. Откройте, я посмотрю, куда вы прячете свои сбережения. В Приморье задержали лже-сантехника. Он сообщал, что необходимо провести замену оборудования. За свои услуги просил от 5 до 15 тысяч рублей. А еще расскажем, почему еще не ко всем пришло обещанное отопление и чем завершился матч Дальневосточного хоккейного дерби. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Приморский океанариум, где 25 октября погибли две особи дельфинов, заговорил. По словам директора учреждения Вадима Серкова, состояние третьего животного, о котором тоже говорили, как о больном, удовлетворительное, сообщает РИА Новости. Состояние третьего дельфина удовлетворительное. Он жив. Двух погибших дельфинов отправили на патологоанатомическое обследование в лицензированную организацию в Уссурийской сельхозакадемии с целью установления причин гибели, сказал Вадим Серков. Ранее океанариум сообщал, что смерть дельфинов не связана с качеством воды, качеством корма и квалификацией сотрудников Приморского океанариума. Также Серков сообщил, что экспертиза по гибели Севуча продолжается и якобы официальных результатов до сих пор не получено. Вместе с горожанами ответ на накопившиеся вопросы будет ожидать и 8 канал. А между тем, пока мы готовили выпуск, появилась информация, что на дело океанариума летит полицейская элита из Москвы. Во Владивосток направлены сотрудники Центрального аппарата МВД для практической помощи в расследовании уголовного дела и установлении всех обстоятельств, связанных с гибелью животных в Приморском океанариуме. Руководство МВД взяло на контроль расследование происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А вот следующая новость мало кого удивит, так как уже никто не сомневался в таком развитии событий. Но все же. Вот строй злополучного хаята на корабельной набережной вновь переносится. Теперь уже на 2018 год. Как пишут наши коллеги из газеты «Владивосток», только сейчас впервые с начала строительства отелей были озвучены все его финансовые секреты. После чего повисла неловкая пауза. Напомним, что оба гостиничных комплекса планировалось сдать к саммиту ОТЭС в 2012 году. Однако, по мнению специалистов контрольно-счетной палаты, сделано это будет не раньше 2018 года, то есть всего на 6 лет позже. Более того, договоры с поставщиками и подрядчиками по двум отелям были заключены на общую сумму 18,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день выплачено 14 миллиардов, а обязательства строителей выполнили только от чего-то на 9 миллиардов. Как следует из доклада контрольно-счетной палаты, фокусы, которые проделывал застройщик с финансовыми документами, достойны того, чтобы войти в мировую энциклопедию обмана. Все расчеты и выводы уже переданы в прокуратуру Приморского края. Какие еще финансовые махинации были выявлены в ходе тотальной проверки, читайте в газете «Владивосток» или на сайте информационного агентства «Владньюз». В продолжение злополучной темы ввода в эксплуатацию. Лифт есть, но пользоваться им могут не все. Жителям многоквартирного дома по улице Ладыгина 2D приходится ходить пешком, потому что так захотел председатель ТСЖ. Таким правом он наделил 50 семей. Их же председатель считает злостными неплательщиками коммунальных услуг. К слову, дом является долгостроем и о сдаче объекта жителям на Ладыгина 2D пока даже не сообщают. Война между ТСЖ и собственниками квартир в материале Валерии Белоус. На встречу с нашей съемочной группой пришли около 50 человек. Многие из них считают себя пострадавшими. Люди жалуются на ТСЖ. Товарищество оставило их без лифта и наградило долгами. Пассажирскую кабину доступ закрыли около трех месяцев назад. Грузовой лифт перестал работать в начале сентября. Есть первые жертвы. По ОСМК и ТСЖ Ладыгина 2D моему здоровью был нанесен косвенно вред. О чем свидетельствует заключение МРТ исследования. По данному факту написано заявление, которое находится на рассмотрении в управлении МРТ России по Приморскому краю. Это самоуправство привело к тому, что у меня ребенок упал на лестнице и вывихнул себе лучевую кость. Я сама нахожусь в послеоперационном периоде. Вот у меня есть справка. Этот послеоперационный период у меня протекает со сложнениями. Но благодаря работникам нашего ТСЖ я должна бегать на 13 этаж пешком. У ТСЖ Ладыгина 2D новые правила. Лифтом могут пользоваться только те, у кого есть ключи от кабины. Их выдают, если жильцы оплачивают квитанции по содержанию дома. Но 50 собственников отказываются это делать. Причину объясняют просто. Дом не сдан в эксплуатацию, а значит по некоторым счетам платить не нужно. Да и качеством услуг многие недовольны. Да, мы задолжники, мы не платим. Коммунальные платежи выборочно. 14 марта у нас выключается в доме свет. Свет у нас это отопление, это и вода, и все, потому что у нас на электричестве здесь дом построен. Когда выключилось, мы обратились к ДЭК, нам объяснили, что у вас задолженность. Мы пришли к председателю, говорим, откуда? Мы же платили вам деньги. Он, я ничего не знаю, разбирайтесь сами. Вот мы и начали разбираться сами. Долги накопились из-за лифт. 90 тысяч рублей с начала 2016 года. Поэтому организация по его обслуживанию ООО СМК прекратила техобслуживание. Теперь этим вопросом занимается председатель ТСЖ Олег Максюков. Я пришел, говорю, я хочу получить этот магнит, чтобы пользоваться лифтом. Он сказал, оплати коммуналку, я тебе дам магнит. И не просто дам, а продам тебе его за тысячу рублей. В дом по улице Ладыгина 2D горожане стали заселяться в 2014-2015 годах. Его строительство началось около 10 лет назад, но по сей день объект не сдан в эксплуатацию. Однако это не мешает председателю ТСЖ взымать деньги за электроэнергию, содержание придомовой территории, вывоз мусора и даже за капитальный ремонт недостроенного дома. Также управляющий, по словам жильцов, требует деньги за установку 55 камер видеонаблюдения. Но на покупку записывающих устройств разрешение ни у кого не спрашивали. У нас не были даже опломбированы счетчики, поэтому мы ему лично в карманы платить должны были. Но слава тебе, Господи, у нас такие молодые люди молодцы, умные, грамотные, хваткие, добились того, чтобы работники ДЭКа пришли и опломбировали нам счетчики. Многострадальные жильцы не раз обращались в жилищную инспекцию и прокуратуру. В свою очередь представители ТСЖ делают точно так же. Судебные заседания идут один за другим. К слову, есть и третья сторона конфликта. Люди, которые не являются должниками. Получается сейчас такая ситуация, что часть жильцов, которые оплачивают, мы пользуемся всем. Вторая часть жильцов, которые не оплачивают, они и сами не могут пользоваться, и нам не дают. Они периодически ломают нам лифт, периодически тут портят видеокамеры наблюдения. И, соответственно, даже если они лифтом пользуются, то они лифтом пользуются и за мой счет в том числе. Но по словам самих должников, они не платят только ТСЖ Ладыгина 2Д, потому что не признают их правовую силу и считают управленцев мошенниками. 50 собственников выбрали другое товарищество, а электроэнергию за дом оплачивают напрямую в Дальневосточную энергетическую компанию. Председатель ТСЖ считает такие действия незаконными и уже подал на ДЭК в суд. Он себе оформил собственные все подвальные помещения, где у нас находится коммуникация. Мы не можем попасть, не посмотреть ни водомерные узлы, ни датчики, куда там. У него фазенда выше стоит, от которой он недавно на телевидении не выступал, открестился. Я понятия не имею, что это такое. А от нее идет и свет, и вода к нему в офис. Офис, кстати, на контору не похож. О том, что это дверь ТСЖ, можно только догадываться. Здесь редко открывают и на звонки не реагируют, но нашей съемочной группе все же удалось попасть за стол переговоров. Жильцы разошлись и нас пригласили. Олег Максюков был уверен в своей правоте и от вопросов не уходил. То есть деятельность ТСЖ закон. Это первое решение. На сегодняшний день существует порядка десятка решений, которые ждут вступления в силу. Это по взысканию задолженности собственников. Всего у нас таких собственников порядка 50 человек. В отношении десятка уже решений есть вынесены, ждем, когда вступят. Это тоже подтверждает то, что ТСЖ на законном основании предъявляет требования к оплате. Какие еще доказательства вам нужны? Глава ТСЖ уверяет, дом будет достроен к концу 2016-го. Все коммунальные платежи должны проходить только через него. Половина собственников многоквартирного дома с этим не согласна. По информации должников, как минимум за электроэнергию на этажах обязан расплачиваться застройщик. Но таковой по документам ликвидирован. Валерия Белоус, Дмитрий Сухороков. Новости на восьмом. Казалось бы, лифт в современном мире не роскошь. Однако герои сюжета, которые вы сейчас видели, доказывают обратное. Спрашивать телезрителей, пользуетесь ли вы лифтами, наверное, бессмысленно. Если есть такая возможность, почему бы не использовать подъемник? Но бывает, что такая поездка заканчивается не очень приятно. Сегодня мы решили спросить наших телезрителей, а вы застревали в лифте? Если такие эпизоды в вашей жизни случались, звоните 249-88-06. Ну а для тех, у кого все поездки, если их так можно назвать, заканчивались благополучно, телефон 249-88-07. Итоги онлайн-опроса традиционно подведем в конце выпуска. К слову, напомним, если такая неприятность с вами приключилась, главное не пытаться выбраться из лифта самостоятельно, а вызвать специалиста. И ожидать, что к вам прибудет квалифицированный работник, а не какой-нибудь злоумышленник, как это происходило в находке. Под видом работника коммунальной службы, а именно сантехника, в городе орудовал грабитель. Якобы профессией он пользовался для прикрытия. Так, согласитесь, легче попасть в квартиру будущих жертв. Тема продолжит Алина Черненко. Зачастую под видом работников пенсионного фонда, почты, водоканала, управляющей компанией скрываются мошенники. За последние три месяца зафиксировано немало квартирных краж путем обмана. В основном жертвами преступников становятся доверчивые пенсионеры. Так, с августа этого года в полицию поступило несколько сообщений от потерпевших. Все как один твердили, что стали жертвами лже-сантехника. Установлено, что неизвестный мужчина приходил в квартиры пожилых людей, представляясь сантехником. Он сообщал, что необходимо провести замену оборудования. За свои услуги просил от 5 до 15 тысяч рублей. Пенсионеры производили оплату, а подозреваемый узнавал, где они хранят сбережения. Впоследствии, отвлекая потерпевших, он похищал денежные средства. Во время оперативных действий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель находки, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и находился в розыске. Причастность фигуранта установлена к пяти эпизодам противоправной деятельности. В отношении него избрано мера пресечения заключения под стражу. Полиция отмечает, что сейчас мошенники очень часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Поэтому стоит помнить, все работники коммунальных служб заранее предупреждают на досках объявлений жилых домов о проводимых технических работах. Если к вам без вызова приходят представители жилищно-эксплуатационной конторы, это повод насторожиться. Позвоните в организацию и уточните, действительно ли к вам направляли специалиста. И прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими. О мерах безопасности каждый раз горожанам напоминают и участковые. Объясняют элементарные правила, оставляют памятки. А иногда и проверяют бдительность жителей. Здравствуйте. Из зонного фонда пришла. Почему вы открываете дверь и не спрашиваете кто? Ну, преступность очень высокая. У меня много мошенников. А? Увидел, что женщина. Ну и что? А мужчину-то вы не увидели? Совет от сотрудников полиции. Если вы все-таки запустили мошенников в дом, не пытайтесь задержать их самостоятельно и отнять наворованное. Под любым предлогом постарайтесь покинуть квартиру и оставить подозрительных лиц закрытыми внутри. И уже тогда зовите на помощь. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. В общем, герою этого сюжета можно смело присвоить звание «Сантехник года». Хотя бы за нестандартный подход к работе. Как это сделали на почте? Во Владивостокском отделении определили лучшего работника. За гордое звание боролись почтальоны со всего Дальнего Востока. Для участия в конкурсе в наш город прибыли представители этой профессии из Якутии, Чукотки, Магадана, Хабаровска, Сахалина и, конечно же, Приморского края. Для того, чтобы определить победителя, руководство приготовило испытания. Ну, собственно, это задачи, которые почтальон выполняет ежедневно. Иногда мы привносим в них каких-нибудь очень требовательных клиентов, которых надо обслужить. Либо специальные профессиональные задачи, которые связаны с идентификацией почтовых отправлений. Ну, это такая специфика почтовая, которую они должны знать. Это профессиональные навыки, ну и умение работать с клиентами. В результате победителем стал Константин Дробинко из Владивостока. Именно он отправится на всероссийский конкурс защищать честь всего Дальневосточного региона. Сейчас идем на короткую рекламу, сразу после которой. Чем завершился матч Дальневосточного хоккейного дерби? А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы застревали в лифте? Народная больница в городе Суйфенхе. Специализированное отделение косметологии и контурной пластики. Избавление от недостатков, подчеркивание достоинств. Народная больница в Суйфенхе. Забота о каждом в лучших традициях Поднебесной. Подробности на сайте visitchina.ru Фракционное лазерное омоложение на новейшем СО2 лазере. Устраняет морщины, подтягивает кожу, улучшает ее структуру и цвет. Центр лазерной косметологии ТИС. Внимание! Мега-дискаунтер открывает грандиозную выставку комнатных растений и сопутствующих товаров. Мега-дискаунтер! 2-680-100! Модные стильные светильники от салона Орион Свет. Новое поступление. Сделай свою жизнь ярче с магазином Орион Свет. На Бородинской в торговом центре «Виктория». Не хватает на исполнение мечты? Нужны деньги. Выход есть всегда. Потребительские займы и личные сбережения с выгодными процентами. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Хватит на все. И даже немного больше. Вакуумный упаковщик «Гочу» – это регулируемые держатели пакета и мощный насос. Вакуумный упаковщик «Гочу» – это функции бережной упаковки и автоматически открывающиеся замки. Вакуумный упаковщик «Гочу» – это усиленная система спайки и сохранение свежести ваших продуктов. Компания медицинского туризма «Бенефит» совместно с Национальной организацией туризма Кореи предлагает тур на диагностику и лечение в лучшие медицинские центры Южной Кореи. Скидки на лечение от 10 до 30%. Телефон 2-333-222. Визиты судебных приставов, арест имущества, автомобиля и банковских счетов. Запрет на выезд за границу. Всего этого можно избежать. Филиал «Приморская генерация АО «ДГК»» призывает. Оплатите долги за тепло и горячую воду. Или заключите соглашение о реструктуризации долга. Доллар 30. Доллар 80. Доллар 60. Стоп! Учим не наблюдать, а зарабатывать на этом. Успей записаться на обучение по телефону 279-58-58 до 31 октября и получи его бесплатно. Решили сэкономить на такси? Надо было звонить в «Сатурн». Любая поездка до 9 минут – всего 100 рублей. Такси «Сатурн». Слышите? Это в Мебельград все бегут за диванами. На них скидки до 30%. Мебельград.рф Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем. Далее выпуски. Чем завершился матч дальневосточного хоккейного дерби? А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы застревали в лифте? Отопительный сезон успешно стартовал во Владивостоке еще 20-го числа, согласно постановлению главы города. Запуск прошел в штатном режиме. Стоит отметить, что одновременно подать тепло во все многоквартирные дома просто технически невозможно. Поэтому подключение проходило поэтапно. На сегодняшний момент мы подали отопление на 100% жилфонда многоквартирного. Остаются пока без отопления, но теплоноситель на вода в дом подан. Это порядка 76 домов ТСЖ и ЖСК, которые, согласно решению собственников жилья, приняли решение отопления подавать позже. В период с 27 октября по 1 ноября. Но они это могут сделать в любое время, потому что, еще раз повторюсь, у нас теплоноситель подан к ним на тепловозел жилого дома. Ну и, как правило, сейчас после подачи отопления, с учетом опыта предыдущих отопительных сезонов, где-то в течение недели будет проходить еще наладка и регулировка режимов теплопотребления. То есть это как раз к тому, что сейчас после подачи отопления возможны звонки жителей по некачественному отоплению, по непоступлению отопления. Это уже работы по внутридомовым тепловым сетям. Другими словами, если в вашей квартире до сих пор не появилось долгожданное тепло, смело можете обращаться в свои управляющие компании, которые и производят все необходимые манипуляции по наладке вам подачи качественного отопления. А я напоминаю, что сегодня телезрители отвечают на вопрос, также связанный с работой коммунальщиков. А вы застревали в лифте? Если в такие ситуации вы попадали, звоните 249-88-06. Если вам не знакомо, что такое зависнуть в лифте, для вас номер 249-88-07. Результаты онлайн-опроса подведем в конце выпуска. А пока посмотрим, как на этот же вопрос нашим корреспондентам ответили жители Владивостока на улицах города. Нет, я на втором этаже живу. Хорошо, спасибо. Не приходилось? Нет, никогда не настрел. Нет, у меня нет. Нет, не даже. Да, было. Это в жилом вашем доме, где вы проживаете? Нет, не где я проживала, где раньше проживала. Это было очень давно. Это было страшно, потому что нас было трое, лифт очень тесный был, и была собака, и мы долго стояли. В общем, даже мужчина какой-то монеты две поставил, чтобы воздух проходил, потому что, ну, уже дышать было нечем, были мокрые стены. Застревал несколько раз в нем. Ну, это было, ну, два соседей, и все. В Османный суд Москвы теперь уже обязан рассмотреть жалобу защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарева на запрет следователя видеться с женой. Как заявил адвокат Александр Высоцкий, апелляционный суд отменил прежде вынесенное решение и вернул жалобу в первую инстанцию. На протяжении всего времени, что Игорь Сергеевич находился под арестом, его жена Наталья неоднократно обращалась с заявлением на получение свидания и возможность телефонного общения. Однако, во всех обращениях ей было отказано. Мой коллега обжаловал эти действия следователя в Османном суде, сказал Александр Высоцкий. Тем временем очередное судебное заседание провели во Владивостоке по делу репортера честного детектива Павла Брыкина. Напомню, что на скамье подсудимых двое работников службы безопасности ООО «Владивостокский бутощебеночный завод». Их Павел обвиняет в применении насилия к нему во время записи репортажа с Андреем Пушкаревым. По этому делу уже состоялось около пяти судебных заседаний. На предыдущем были допрошены свидетели – представители ФСБ и сотрудники ООО «Восток Цемент». И сегодня вечером во Фрунзенском районном суде состоялось очередное заседание, где Павел Брыкин должен был участвовать посредством видеоконференции, так как ранее на судебное разбирательство не являлся. Что происходило в зале суда на этот раз и кто присутствовал? Моя коллега Алина Черненко, которая с самого начала следит за развитием событий, сразу после окончания суда вышла с нами на связь. И вот о чем она рассказала нам по телефону. Во Фрунзенском районном суде закончилось очередное слушание уголовного дела об избиении московского репортера программы «Честный детектив» Павла Брыкина. На этом заседании суд должен был допросить потерпевшего с помощью видеоконференции, но сделать это не удалось, так как Павел Брыкин в очередной раз не вышел на связь без объяснения причин. Суд поставил вопрос о его принудительном приводе на следующее заседание. Полагаю, что данные поведения потерпевшего свидетельствуют о неуважении к суду и к участникам уголовного судопроизводства, а также свидетельствуют о злоупотреблении правами потерпевшего. В связи с чем сегодня в суде было избрано в отношении потерпевшего принудительный привод. И надеемся, что в следующее судебном заседании все-таки будет допрошен потерпевший и обстоятельства расследуемого уголовного дела будут выяснены. Это были лишь основные моменты сегодняшнего заседания. Все подробности, включая записи с камеры наблюдения здания УФСБ, где и произошла потасовка, смотрите в завтрашнем развернутом новостном сюжете. Заключительное заседание экспертного совета по присуждению молодежной премии «Есть за что» состоялось в администрации Владивостока. Члены конкурсной комиссии выбрали 10 лауреатов, которые получат престижную городскую премию. Однако имена их пока не называются. Это будет сделано позже, после проверки всех представленных документов. Мы с вами уже не первый год работаем в этом направлении. Я думаю, что, конечно, молодые люди, те, кто уже пробовал себя, и те, кто еще думает или, может быть, дерзает и как-то ищет себя, они, конечно, знают об этом проекте городском. И доказательство тому, вот в этом году, так скажем, конкурс на одно место. То есть у нас с вами 10 премий, а пакетов 66. Поэтому это говорит само за себя, и мне кажется, вот лучше как бы рекламы и, ну, не знаю, какой-то пропаганды даже и не нужно. На втором заседании каждый из экспертов представил в баллах свой собственный рейтинг кандидатов на премию, который был составлен по итогам внимательного изучения всех документов и работ. Важнейшим критерием оценки можно считать состоявшееся дело, событие, которое повлияло на развитие города Владивостока и принесло пользу для горожан. Для справки, молодежная премия есть за что присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 10 лауреатов ждут денежные премии от администрации города в размере 100 тысяч рублей. И к новостям спорта. Дальневосточное хоккейное дерби уже принято считать долгожданным. В этот раз Владивосток принимал хабаровских гостей на своей площадке. Амур забил первым, но адмирал смог переломить ход встречи. Тем временем во Владивостоке прошел Кубок города Покудо. Для спортсменов это стало не только открытием сезона, но и отбором в краевую команду. Все подробности расскажет наш спортивный обозреватель Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» в очередном домашнем матче встречался с Амуром. За всю свою историю приморская команда встречалась с хабаровчанами 15 раз. Чаще, чем с каким-либо другим соперником. В 10 матчах сильнее оказывались моряки. Подпортить нашу статистику тигры смогли с самого начала игры. Уже под конец первого периода гости открыли счет. Налимова, только недавно вернувшегося после командировки из США, распечатал нападающий Максим Кондратьев. Второй игровой отрезок «Адмирал» провел целиком в атаке, правда безрезультативно. Галкипер Хабаровчан отбивал и ловил все шайбы. А в третьем периоде Амур и вовсе понял, что отсиживаться в обороне при счете 1-0 опасно. И тоже начал давить. Но забить следующим удалось все-таки хозяевам. Виктор Александров вколотил шайбу с пятака. Уходить на проклятые булиты моряки явно не хотели и в итоге умудрились на последних минутах выйти вперед. Победу «Адмиралу» принес Владимир Ткачев. 2-1. Болельщикам спасибо, пришли нас поддержать. Хорошая была поддержка. Мы рады видеть здесь. А там само дерби, заряженная игра от ножа. Я думаю, в такие игры надо переживать. И это только на пользу. Мы делали все. Играли неплохо. Играли неплохо. В общем-то матч 1-0 выигрывается. Просто нужно правильно играть. Правильно играть. И, к сожалению, ошибки, индивидуальные ошибки игроков приели к заражению. Мы, к сожалению, очень плохо начали первый период. Такое ощущение было, что было продолжение прошлой игры с трактором. То есть, как будто не проснулись. И может даже нехорошо, что проиграли. Почему? Потому что во втором периоде пришлось уже идти в атаку. Где-то немножко проснулись, я считаю. Уже второй, третий период отыграли намного-намного лучше. Приморский клуб теперь находится на пятой строчке в конференции «Восток». И имеет 37 очков за 24 игры. Впереди у «Адмирала» два домашних матча с китайской командой «Куни-Лунь». Которые состоятся 29 и 31 октября. Во Владивостоке разыграли Кубок города по Кудо. В соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из клубов-ягиноборств «Владивостока» и «Артема». На старте сезона всех бойцов ждал сразу серьезный отбор. Кудаисты сражались за путевки на краевой турнир. Как отметил руководитель городской федерации Денис Севапляс, в Кубке участвовали спортсмены, имеющие начальные пояса. И, по его мнению, в поединках с титулованными спортсменами они показали достойные результаты. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. В итоге своих обладателей нашли 28 комплектов наград. Напомню, что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная «Владивостока», которая представит город на чемпионате и первенстве Приморского края 12 ноября в «Артеме». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Лифт есть, но пользоваться им можно тем, у кого есть ключ. Жителям многоквартирного дома по улице Ладыгина 2 приходится воевать с председателем ТСЖ. Откройте, под видом работника коммунальной службы, а именно сантехника, в Приморье орудовал грабитель. Долгожданный матч дальневосточного хоккейного дерби завершился победой владивостокского адмирала. И подведем итоги зрительского онлайн-опроса. Напомню, мы спросили сегодня, а вы застревали в лифте? И сейчас самое время остановить голосование. Результаты онлайн-опроса уже на ваших экранах. Помните, если так случилось, что вы застряли в лифте, первое, чего не стоит делать, это пытаться выбраться самостоятельно. Такие действия могут привести к печальным последствиям, если подъемник внезапно тронется. Ни в коем случае не следует метаться по кабине лифта, прыгать и пытаться его раскачать. Это может привести к обрыву троса. В первую очередь необходимо связаться с диспетчером лифтовой службы и сообщить о неполадках. Кнопка для вызова обычно расположена снизу. Если и она неисправна, можно позвать на помощь громким голосом. Так что есть что добавить, пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях. Или звоните номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. И еще хабаровские живодерки довели Владивосток до пикета. 30 октября во Владивостоке соберутся все неравнодушные с целью привлечения внимания граждан и властей к проблеме безнаказанности лиц, жестоко обращавшихся с животными. Об этом сообщили информационному агентству «Дейта» организаторы акции. А далее, без комментариев, мы предлагаем посмотреть на противников живодеров-благотворителей, которые к животным относятся не только с любовью, но и с ответственностью, организуя во Владивостоке выставки раздачи бездомных питомцев. На этом все сразу после прогноз погоды. С вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!